здравствуйте друзья понедельник утро я движусь на работу и так из последних событий ну вот это самое или ниндзя мне говорят что это мужского рода но мне просто нравится больше когда женского ну чё же пусть будет женского пока временно значит вчера весь день дождичь клил ничего такого особенного не было вот никаких эксцессов не было дождь и дождь обещали там бог знает что так вроде ничего такого не было давайте мы какой-нибудь вопрос значит спрашивает человек говорит вы я мол значит рассказывал о том как большие корпорации пользуясь значит легальными какими-то вот значит вариантами уходят от налогов и легитимненько так уходят и мол а вот если малый бизнес в частности вот наш вот мой да портнов компьютер скул вот если бизнес малый и если он там такой технологический там чуть ли не инновационный может ли он воспользоваться такими схемами чтобы уходить от налога и вот ухожу ли я с помощью таких схем я честно говоря могу сказать что на английская так сказать английский слух на американский слух слово схема имеет такой малость незаконный характер то есть вот схема чтобы обмануть закону вот эта схема вот а если там допустим люди в рамках закона что-то делаем как бы схемой я здесь не принято так слова схема схема так вот но не суть давайте значит мы ближе к делу значит все-таки все-таки налог такая вещь которая взимается от прибыли вот если я предприятие бизнес то мало или большой мои налоги определяются тем насколько я заработал вот от того что я заработал определенный процент значит надо заплатить прежде чем определяется что именно я должен заплатить значит у меня есть легально всевозможные списания с этого дохода допустим я заработал не знаю там 5 миллионов и мне говорят но ты можешь списать зарплату сотрудников опана списали ты можешь списать расходы на аренд помещения опана списали там что еще там компьютеры менял можно списать ну и так далее у каждого там у каждого бизнеса свои расходы и вот значит дальше определяется сумма которая подлежит налогообложению когда мы говорим про бизнес особенно бизнес большой серьезный создающий много рабочих мест и так далее государство стимулирует движение бизнеса в определенных направлениях и для этого создает какие-то налоговые льготы это колоссальная область в которой работают и налоговые адвокаты юристы и аккаунтенты которые корпоративные которые в этой области работают там там очень много очень много специалистов и очень много в чем надо разбираться есть такое такая профессия tax account не вообще аккаунтент а tax аккаунт так вот это серьезная профессиональная область причем она такая много профессиональная да то есть там и юристы работают и непосредственно аккаунтинг люди и тогда существенно я возвращаюсь когда молодой человек который задает этот вопрос думает о том что вот как бы ему от налогов уйти значит в америке вообще как это будет происходить я хочу сказать что главное о чем он должен задуматься вот прямо сейчас это о том где взять прибыль с которой потом платятся налоги значит проблема 99 бизнесов из 100 малых особенно технологических состоит в том чтобы было с чего платить налог вот вот это очень существенная часть потому что обычный налогов платить не с чего они прибыли никакой не имеют вот они собрались что такое там покумекали может быть им даже дам какой-то венчурный капитал какую-то денежку дал там небольшое они там покумекали разбежались потом может быть где-то снова собрались им опять дали какую-то денежку они опять покумекали слова разбежать и так далее поэтому откуда взять деньги чтобы ты должен был заплатить налог это я хочу сказать проблема в тысячу раз более важная и интересно вот когда дойдет до уплаты налогов в зависимости от масштабов вашего бизнеса вы пригласите того или иного уровня специалиста который будет заниматься вашими налогами значит если там денежки мало совсем значит ну может делать там какой-нибудь простой такс аккаунт вот сипей какой-то который просто работает с малыми бизнесами вот а если у вас будет много денежки вы тогда потратитесь на хорошего профессионального там я не знаю даже ни одного может быть человека там компанию который этим занимается и специализируется на бизнесах с большими деньгами и они вас может быть будут течение всего года сопровождать вот вы не будете с ними работать там один раз там в году когда нужно налоги платить вот они будут вас сопровождать постоянно давать советы вы будете делать планирование там на будущее вырастите до масштабов apple будете там много-много миллиардов выводить из налогообложения через там международные какие-то вот как вы сказали схемы вот но это надо дорасти до масштабов apple вот у меня например таких масштабов нет и никакой потребности выводить ничего из оборота тоже не значит поэтому вниз оборота из налогов из под налогообложения поэтому когда вас малый бизнес то вы оптимизируете свои налоги на очень простом уровне вы смотрите чтобы два раза не заплатить налог за одно и то же что это значит значит корпорация это не миша портнов корпорация это отдельная организация которая платит налоги отдельно от миши портного а миша портного владелец миша портнов член борда значит миша портнов си и фаундер там и все такое я плачу свои налоги а корпорация наша платит свои значит что происходит если корпорация там портнов компьютер скул к концу года а у нас конец года это ноябрь 31 ноября вот с 1 декабря начинается новый финансовый год это определяется даты регистрации корпорации когда вы регистрируете корпорацию то ваш финансовый год начинается с первого числа следующего месяца вот зарегистрировали в ноябре значит 1 декабря будет ваш финансовый год начинать так вот что может получиться на счету корпорации на эту дату вдруг там прибылишка получилось и анкл сэм потирает руки и говорит о шам из них налогов налогов возьмем понимаешь а дальше что происходит значит я допустим осталось я не знаю там 200 тыс дело в том что на счету организации вы не можете не иметь денег понимаете нельзя так чтобы вот был бизнес а на счету ничего нет куда там вот все ушло должны быть какие-то деньги поэтому я смотрю чтобы эти деньги были небольшими такими нужными для достаточными для операции но не избыточными и дальше что происходит они говорят заплати налоги ну хорошо допустим осталось 200 тысяч взяли с меня налог после налога остается 150 яга ну хорошо значит а дальше я пошел и взял зарплату как только я с этих денег взял себе зарплату я теперь должен заплатить налог как миша портнов с тех же самых денег то есть я два раза должен заплатить налог заработанных денег один раз как корпорация другой раз как миша портнов частное лицо поэтому моя задача как владельца малого бизнеса у которого таки да есть прибыль понимаете не всегда в этом бизнесе была прибыль были тяжелые моменты когда несколько лет подряд мы в убытке были вот когда после того как произошел обвал интернет бума и у меня там буквально дошло до того что там по два-три человека в классе сидела где же там вот там хорошо если там на аренд помещения там набиралось денег и так далее поэтому прибыль есть соответственно значит моя задача по оптимизации моих налогов состоит в том чтобы не заплатить два раза за одно и то же вот вот собственно и все в этом нет нарушения никакого в этом как бы это мало это малый бизнес то есть он хоть и корпорация но все равно он как бы очень так сказать предметно на на тонком уровне так сказать управляется конкретными людьми владельцами это не то что вот там именно борд который там принимает какие-то такие решения вот поэтому хотя конечно в есть борт есть все как положено но это как бы обычная практика то есть не надо никаких схем ничего такого не надо никто не говорит что ты должен два раза заплатить деньги за одно и то же такого тоже нет поэтому я просто заберу в зарплату если деньги лишние образуются концу года я выпиваю пишу там себе бонус мы сотрудникам бонусы выписываем в конце года когда денежка есть тоже вот и так вот и живем значит вот вот собственно и все я под дождем показался как вы видите пытаюсь перестроиться вот нам вот туда под мост вот эта пробка создана людьми которым не нужно ехать туда же куда и мне видеть я вот под мост а они прямо туда находят сторону хайвея едут а мы все проскочили вот наверное и все то есть это сложная область еще раз это сложная область но думать о том как уйти от налогов без того чтобы копейку заработать понимаете это немножко преждевременно преждевременно и я скажу другое если уж так мы разговор этот завели я скажу что в этом есть элемент незрелости то есть вот когда человек говорит вот как мне списать налоги как уйти от налогов при том что я еще ни копейки не заработал в этом есть какой-то элемент отсутствие опыта понимания того что ты делаешь и как бы вместо того чтобы сфокусироваться на зарабатывание денег человек фокусируется на уходе от налогов по каким-то схемам я даже не знаю что сказать вот мне не нужны никакие схемы если раз раз уже речь обо мне там зашла абсолютно не нужны никакие схемы я с удовольствием там забираю зарплату из есть излишки без всякого напряжения плачу налоги я не хочу сказать что мне допустим некуда было бы деть эти деньги если бы меня оставили эти налоги в кармане но я понимаю что мы живем в стране что в этой стране есть вот дороги по которым мы едем а есть армия есть как бы очень много программ социальных есть пенсионеры и так далее и ну кто-то же должен но это все поддерживать эти поэтому я я я лучше буду налоги платить я плачу очень приличные налоги но я лучше буду платить очень приличные налоги зарабатывая очень прилично чем например сидеть на вэлфере или зарабатывать там 3 копейки по методу союз печати на дам дерьмо качать 3 копейки получать и не платить налоги вот как 49% нашего населения вообще не платят налоги я лучше буду платить налоги понимаете я лучше буду вот в том одном проценте который платит 38% всех налогов в стране чем вот наоборот понимаете я стремлюсь туда такой вектор вчера прочитал я про дяденьку одного в Иране он миллиардер иранский миллиардер в Иране молодой мужик я вот фотографии его видел красивый парень лет я даже не знаю ну 40 38 не знаю и вот он чего-то там намудрил с налогами с чем-то таким или это не было связано с налогами а просто какая-то мошенничественная схема не знаю и вот его приговорили к смертной казни я не знаю вообще абсолютно о чем там речь абсолютно не в курсе и я не знаю насколько суды и законы исламской республики вообще допустим и вот то что в этой истории произошло насколько я ну сказал бы что вот да закон суров но это закон и он реально нарушил я не берусь вообще ни судить не оценивать ничего я просто хочу сказать что если мы будем исходить из предположения о том что этот миллиардер чего-то намудрил и он знает законы своей страны наверняка понимаете миллиардеры это не люди которые не в курсе были и он чего-то такого намухлевал и получил за это вышку то вопрос вот какой стоило ли оно того понимаете будучи миллиардером стоило ли оно того чтобы подставляться вот под такие страшные вещи понимаете другой вопрос зачем он вообще жил в Иране уже будучи миллиардером жил бы где-то еще это отдельный вопрос но в конце концов мы видим что есть миллиардеры и миллионеры которые живут там в известных нам с вами странах и никуда не уезжают хотя в общем то если все дойдет до логического так сказать завершения они тоже в какой-то момент окажутся в тяжелом положении то есть вопрос как скоро это произойдет но вот пожалуйста значит зачем было нарываться если ты уже миллиардер если у тебя уже все дела там и так далее я даже оставляю в стороне вопрос сугубо этический то есть насколько хорошо вообще обкрадывать там страну народ там и так далее и кто же если не миллиардеры в конце концов ну кто должен деньги давать стране что бедные вот эти которые там перебиваются у них там босиком ходят у них там не на что ботинки купить они что ли должны ну в общем к этому я говорю что хочется спать спокойно понимаете хочется знать что ты находишься под защитой понимаете это мощнейшая система и хочется быть под ее защитой а не в конфликте с ней потому что если ты не соблюдаешь закон ты не находишься под защитой понимаете какая интересная штука получается чтобы быть под защитой закона надо его соблюдать такая вот интересная история я не пытался ответить на вопрос о налогах исключительно и в узком таком формате я просто воспользовался этим вопросом для того чтобы на какие-то более широкие может быть темы поговорить отталкиваясь от темы о налогах понимаете понимаете кто-то должен отвечать кто-то должен брать на себя не схватить кусок с общего стола и под одеялом его сожрать чтоб никто не заметил понимаете чья это песня была Высоцкий что ли я был батальонный разведчик а он писаришка штабной я был за Россию ответчик а он спал с моей женой так вот кто-то должен быть ответчиком за Россию за Иран за Америку понимаете вот поэтому как бы и когда ты говоришь я ответчик вот я я не прячусь я не отваливаю и как бы под одеялом не жру пайку свою вот украденную тогда тогда другое дело возникает и ты живешь в другой стране и ты говоришь это моя страна смотрел недавно фильм пару дней назад про Маргарет Тетчер неплохой фильм кстати тяжелый достаточно ну неважно и вот Маргарет Тетчер например она имела дело ну буквально с коммуняками лейбористами вот которые вот эти социальные программы и такую безответственность проповедовали страну до ручки вообще довели и и Маргарет Тетчер как человек консервативный она вводила очень непопулярную меру чудовищно непопулярную меру она сказала независимо от того сколько денег ты получаешь ты должен платить налоги потому что если ты не платишь налоги то тебе пофигу украли или не украли убрали мусор или не убрали починили дорогу или не починили тебе пофигу ты потребитель тебе все должны понимаете как получается есть масса людей которые хотят находиться вот в этом состоянии ему все должны а кто ему должен ну вот эти которые работают которые зарабатывают там и так далее поэтому мысль о том что если ты ничего не даешь да то тебе и пофигу вот она меня пробила я когда этот фильм смотрел как интересно то ё-моё ох как интересно действительно значит поэтому не бойтесь давать не бойтесь платить налоги тогда вам будет интересно почему такие налоги на что они идут кто принимает решение кто в ответе за то что решение было таким а не этим тогда вы будете в выборах участвовать и в муниципальных и на уровне штата и федеральных и так далее потому что вам не все равно потому что это ваши деньги такая вот история ну это я уже совсем как то так широко забрал поэтому мы значит молодому человеку который вопрос задавал мы посоветуем чтобы у него всегда была проблема куда девать деньги раз и как легитимно значит заплатить меньше если это не противоречит закону и для этого не нужны никакие схемы а так всё всё по честному и чтобы он лишнего не платил ну и как бы от своего тоже не не отбрыкивался это чревато всё вот такие такие наши советы и ему и всем остальным чтобы всегда было и чтобы платить налоги и не жалеть и по-хозяйски по-хозяйски тут денежки там денежки и нам не без разницы счастливо а и так здесь и